всем добрый день юридическая компания amansmit приветствует вас на нашем очередном бесплатном вебинаре меня зовут Владимир Данилевский вместе со мной коллега евгений крыстрёв сегодня у нас интересная тема которая посвящена корпоративному договору давайте для начала небольшие организационные моменты по ним пройдемся нам нужно убедиться что вы нас хорошо видите и слышите если это так я попрошу вас в общем чате написать об этом либо поставить плюсик либо наоборот если у нас не видите не слышите проблемы технического характера тоже напишите о них пожалуйста и мы тогда наши коллеги постараются технические эти сложности все решить давайте дождемся убедимся все отлично нас видят слышат еще раз да о традиционным моментом у нас с вами максимум час мы постараемся здесь на уложиться в это время чтобы наша тема была для вас более интересно актуально и эффективно благотворнее есть какие-то будут возникать в ходе выступлений наших вопросы пожалуйста пишите их в наш чат мы его видим в онлайн-режиме если даже по времени не будем успевать если так случится ответить на ваш вопрос просто укажите ваш электронный адрес и мы в течение сегодняшнего завтрашнего дня постараемся на этот вопрос ответить если конечно он относится к теме нашего выступления о чем мы сегодня будем говорить о корпоративном корпоративных договоров в российском праве для российских юридических лиц общество ограничено ответственностью и акционерных обществ поговорим о том для чего этот документ необходим какие он решает задачи какие проблемы возникают у тех компаний которые решили воспользоваться этим механизмом этим инструментом взаимодействия какие способы обеспечить исполнение этого договора потому что ну самое важное правило да договориться мы можем о чем угодно а каким образом мы будем это реализовывать и принуждать вторую сторону к исполнению этих своих обязательств написанных документе это самый самый важный важный момент у нас будет небольшая презентация несколько слайдов которые при желании вы тоже можете получить если они вас заинтересует мы их отправим на электронную почту которую вы укажете небольшой план по нашему выступлению поэтому давайте перейдем уже собственно к нашей теме для начала вспомним что собственно это за документ такой корпоративный договор для чего он нужен раз звучит слово договор то это значит как минимум как минимум две стороны присутствует данном документе это участники либо акционеры юридического лица которые последствием этого документа имеют возможность свои договоренности по вопросам управления этой компании совместной компании да если так за ней учредители речь идет про совместное предприятие между этими лицами так вот они последствием этого договора имеет возможность свои договоренности по управлению этой компании и отразить и зафиксировать на бумаге сделать этой бумаги юридически обязывающий документ которым должны руководствоваться собственно собственно стороны этого договора должны его исполнять круг вопросов которые стороны могут урегулировать этим договором он достаточно обширен начиная от порядка вхождения в эту компанию условия вхождения в эту компанию вопросы управления этой компанией принятие операционных решений глобальных решений вплоть до вопросов о распределении прибыли потому что понимаем что компания создается с важной целью зарабатывать деньги генерировать прибыль получать эту прибыль участниками акционерами этой компании поэтому порядок определение этой прибыли выплаты случае выплаты все это может регулировать корпоративным договором большой блок вопросов которые могут регулироваться этим документом это собственно условия и порядок выхода из компании потому что возникает иногда случае когда бизнес проект изначально создается для решения какой-то определенной конкретной ограниченной по времени задачи и стороны имеет возможность заранее до существенных капитальных вложений своих в эту компанию заранее оговорить правила каких случаях кто когда и каким образом будет выходить из компании и собственно с чем он будет выходить из компании поскольку любой совместный бизнес это как минимум взаимодействие нескольких лиц не исключено не исключено что в процессе взаимодействия в процессе деятельности этой компании могут возникнуть некие спорные ситуации проблемные моменты на решение которых стороны смотрят различным образом один участник считали что нужно рисковать и вкладывать деньги какой-то новый проект другой участник считает что этого делать не нужно да если это все идет в рамках одной компании он собственно вот вам потенциальный конфликт между компаниями между партнерами этой компании между участниками совместного предприятия из которого каким-то образом нужно выходить закон сам по себе закон гражданский кодекс российской федерации специальные законы об обществах с ограниченной ответственностью в акционерных обществах сами по себе не содержит ответа и правила а как сторонам действовать в таких случаях для этого собственно у нас и появляется такой юридический инструмент как корпоративный договор в котором мы можем определить каким образом стороны будут выходить из подобных спорных ситуаций как иногда называть тупиковые ситуации дитлоки об этом мы тоже сегодня поговорим ну и самое важное собственно самое важное любой договор должен он заключается для того чтобы его исполнять исполнение получается лучше если каждая сторона заранее знает о том негативном эффекте от тех негативных последствиях которые будут применены к ней если она свои договоренности нарушит собственно то что ответственность станции за неисполнение договора противный договор у нас отличается тем что помимо общепринятых распространенных и все нам хорошо известных их стандартных механизмов и санкций в виде стойки возмещения убытков то что с чем мы встречаемся часто в обычных хозяйственных договорах те же купли-продажи поставки и так далее так далее корпоративный договор имеет дополнительные механизмы воздействия на сторону о них мы тоже сегодня поговорим это вот такой небольшой блок вопросов которые могут регулироваться каким договором может возникнуть вопрос для чего собственно участникам совместного предприятия акционерам участникам о для чего нужно вообще заключать корпоративный договор если есть закон и достаточно объемные законы об обществах с ограниченной ответственностью об акционерных обществах а ведь большая часть вопросов по управлению прописаны но дело в том что эти законы устанавливают лишь общие правила и не учитывают специфику особенности невозможно зарегулировать специфические вопросы пример о дополнительных обязательствах сторон когда таких специфических вкладах совместный бизнес не видя например денег что одна сторона вкладывает деньги оборудование а вот если стороны договорились что один из участников совместного предприятия обеспечит для этого совместного предприятия заключение каких-то хозяйственных контрактов на закупку продукции которые производит собственно это сп то уставом мы этот вопрос урегулировать не сможем не смог устав не сможет обязать такого участника исполнить такие вот обещания так назовем это решается в рамках уже корпоративного договора этого чтобы понимать разницу между регулированием устава и регулированием корпоративным договором вторая важная особенность устав это большая конституция для всех участников для всех акционеров этого общества корпоративный договор может охватывать как собственно всех участников всех акционеров так и отдельных лиц которые решили заключить между собой договор и действовать совместно то есть сторонами корпоративного договора не обязательно должны быть все участники устав внутренний документ и он регулирует права и обязательства только собственно акционеров или участников этого общества корпоративный договор стороной корпоративного договора может быть и не участник и не акционер данной компании а третье лицо который имеет договорный либо законный интерес в деятельности этой компании например это кредитор который предоставил либо предоставит обязуется предоставить какое-то дополнительное финансирование в компании он также может выступить стороной корпоративного договора и получить определенные возможности влиять на ведение деятельности этой компании получит дополнительные возможности требовать от акционеров от участников этой компании исполнять обязательства перед ним перед этим кредитором это состав лиц гораздо получается шире чем состав лиц по уставу то есть собственно акционеров и участников общества давайте пойдем дальше перейдем уже к конкретным ситуациям по уставу нам есть что добавить а да я хотел бы еще добавить во первых к сожалению в россии в отличие от системы англосаксонского права а общество само не может быть участником договора корпоративного но при этом в самом корпоративном договоре можно прописать каким образом стороны данного корпоративного договора будет действовать и таким образом и а и голосовать на собраниях и так далее что фактически масса подменяет само участие общества так и также я хотел бы остановить внимание на различиях самого устава и корпоративного договора об этом уже говорил владимир но хотел бы нести конкретику что он может что нельзя предусмотреть корпоративном договоре первое это нельзя установить что органы общества должны влиять на деятельность самих участников или акционеров это прямо запрещено гражданским кодексом кроме того корпоративном договоре нельзя предусмотреть структуру управления в обществе и порядок голосования в обществе в принципе по самым все один момент отмечу часто клиенты просят стороной корпоративного договора сделать собственно само общество несмотря на то что российское законодательство российское право прямо называет состав сторон корпоративного договора как собственно только участников либо акционер да действительно у нас закон не предусматривает возможность для самого общества быть стороной корпоративного договора однако в зависимости от задач стоящих перед клиентом для чего собственно нужно делать общество стороной корпоративного договора можно к этому вопросу подойти более расширенно более фантазийно у нас в российском праве действует общая презумпция свободы договора то есть стороны могут предусмотреть договор который прямо в законе нигде не определен но тем не менее мы противоречит так и здесь в определенных случаях можно создать ситуацию когда общество будет являться стороной корпоративного договора просто корпоративный договор в этой части он будет смешанный договор как его называют юристы это он будет содержать в себе элементы именно корпоративного договора обязательств и прав между собственно участниками акционерами общества с одной стороны и какая то есть часть этого единого общего документа под названием корпоративный договор это единая дополнительная часть в силу которых само общество принимает на себя дополнительные обязательства перед участниками общества и это законом не запрещено даже в крайнем случае даже в крайнем случае если если такое дело с таким корпоративным договором попадает в суд максимум негативных последствий какие могут быть это признание этого договора недействительно сугубо в части небольшой части участия 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 самого общества в этом корпоративном договоре это никак не затронет прописанные в этом корпоративном договоре права и обязательства акционеров между собой не встречали еще мы в судебной практике случаи когда суд бы признавал корпоративный договор стороной которого является само общество недействительным в практике такого еще не случалось поэтому наверное можно сказать что в принципе такие договоры возможно их можно их можно делать можно на общество налагать дополнительные обязательства ну как правило как правило когда стороной корпоративного договора становится общество прописывается его обязанность по специальному предоставлению информации для каких-то конкретных участников это вполне возможно и будет работать это вот собственно небольшая отсылочка к составу лиц которые могут быть стороной корпоративного договора давайте все таки вернемся по следующим слайдам по конкретным уже ситуациям пройдемся ближе скажем так к практике самый такой объемный объемная часть корпоративных договоров тех вопросов которые актуальны для корпоративного договора это установление обязанности допуск vários акционеров для участников для сторон корпоративного договора голосовать определенным образом на общем собрании ну и дело в том что операционная деятельности компании связана с деятельностью не столько акционеров, не столько участников общества, а с деятельностью органов управления. Но, тем не менее, все ключевые вопросы развития компании – это компетенция общего собрания акционеров, которые в любой момент могут и органы управления поменять, и поменять направление деятельности компании. Поэтому этот момент немаловажный. Давайте посмотрим, по каким вопросам происходит принятие решения голосованием общего собрания. Как я уже говорил, формирование органов управления компанией, начиная от единоличного исполнительного органа, генерального директора, кандидатура которого утверждается, как правило, общим собранием, ну, либо советом директоров, если это предусмотрено уставом, формирование самого совета директоров, который также принимает участие в деятельности, в управлении компанией, одобрение сделок, крупных сделок в силу закона, либо каких-то специфических сделок, одобрение которых в обязательном порядке предусмотрено. Уставом этой компании тоже компетенция общего собрания и нужны голосования общего собрания. Изменение самого устава, прав и обязанностей участников, которые прописаны в уставе, структура органов управления, наличие комитетов, фондов, правил проведения общего собрания и так далее, и так далее. Вопросы реорганизации, ликвидации компаний, это все компетенция общего собрания. Все эти решения принимаются голосованием. Поэтому, если мы имеем возможность заранее определить, как участники, как акционеры обязаны голосовать на этом собрании, ну, это дает дополнительные возможности для участников заранее сформировать программу жизни компании, как она будет действовать. Здесь важно сказать, что такая обязанность по голосованию, ну, как она устанавливается, да, что участник, конкретный участник, либо группа участников, либо все участники, все акционеры, все стороны корпоративного договора должны проголосовать за или против по тому или иному решению. Как правило, участники совместного предприятия регулируют, заранее заинтересованы зарегулировать вопросы, кто будет вести операционную деятельность компании. То есть кандидатура генерального директора интересует, конечно, и для этого в корпоративном договоре может предусмотрено, что все стороны корпоративного договора обязаны голосовать за ту кандидатуру единоличного исполнительного органа, которую представит какой-то там конкретный акционер, либо участник, например, мажоритарий, либо, если не мажоритарий, группа акционеров. Следующий вопрос – это также голосование за или против по вопросу прекращения полномочий генерального директора в тех или иных случаях. Как правило, крупный инвестор, который входит в компанию и заинтересован в ее работе, он готов дать возможность основателю этой компании, фаундеру, продолжать вести операционную деятельность в компании, поскольку основатель лучше знает специфику этого бизнеса, лучше знает специфику этого рынка, саму компанию, и смена исполнительного органа может негативно сказаться на результатах деятельности компании. Поэтому крупный инвестор, входящий в компанию, позволяет текущему генеральному директору продолжить деятельность, но под тем условием, что если через какое-то определенное время финансовые показатели компании не достигнут согласованных величин, то тогда этот инвестор, уже будучи участником, акционером общества, имеет возможность поставить вопрос на голосование общего собрания о прекращении полномочий генерального директора, и в таком случае все остальные акционеры, которые являются стороной корпоративного договора, должны, обязаны поддержать позицию такого инвестора и прекратить полномочия генерального директора, который не обеспечил достижение согласованных финансовых показателей, и уже после этого кандидатуру генерального директора будет определять, собственно, инвестор. Можно таким образом делать. Что касается вопроса о голосовании определенным образом, также можно структурировать корпоративный договор не в виде возможности для какого-то конкретного акционера обязать остальных участников голосовать за ту позицию, которую он предоставил, но также и обязанность стороны корпоративного договора не инициировать, не ставить в повестку дня те или иные вопросы, то есть не пользоваться своим правом, которое есть в силу закона, на управление обществом, в том числе и на предложение каких-то определенных вопросов. Как правило, это касается кандидатур в органы управления, в совете директоров, например, потому что закон наших об акционерных обществах позволяет, дает право определенной доле акционеров предлагать свои кандидатуры в состав совета директоров. В определенных случаях стороны заинтересованы в том, стороны именно акционера, стороны корпоративного договора заинтересованы в том, чтобы участник, который в силу закона имеет такое право, чтобы он им не пользовался. Не пользовался. Потому что лишить его это право можно только каким образом, уменьшить его количество акций, которые ему принадлежат, либо вывести вообще из состава акционеров. Если это по тем или иным причинам невозможно, то ограничить его право на предложение своих кандидатов в органы управления можно стоперировать через корпоративный договор. Как правило, согласование этой позиции, то есть когда мы определили, кто из акционеров имеет право определять голосование по тому или иному вопросу, за или против, мы должны определить, каким образом эта согласованная позиция сторонами фиксируется. Потому что если уже, как говорится, мы пришли на собрание, то здесь остальные участники, которые взяли на себя по корпоративному договору обязательства голосовать так, как решит, например, участник один, они должны заранее знать о его позиции. Потому что иначе, если это заранее не будет согласовано, то тогда не получится этому участнику один предъявить претензии остальным участникам о том, что они нарушили условия корпоративного договора и голосовали не так, как он им предписал. Как правило, в корпоративных договорах предусматривается этот порядок согласования позиции, либо в форме предварительной встречи, предваряющей общее собрание и подписание протокола, в котором фиксируется состав участников, позиция этого акционера номер один, и то, что все остальные акционеры знают, осведомлены об этой позиции, подтверждается обычной подписью этого документа. Иногда встречается в практике случай, когда стороны договариваются о том, что этот акционер один просто предварительно направляет извещение, письменное извещение, остальным участникам, остальным акционерам, остальным сторонам корпоративного договора, это извещение, о своей позиции. Такое тоже возможно, вплоть до того, что такое извещение может отправиться в том, что отправление сообщений по электронной почте. Единственное, что нужно заранее в корпоративном договоре предусмотреть эти отрица электронной почты, последствия которых происходит взаимодействие акционеров. Встречаются случаи, когда согласование позиций происходит путем нотариального удостоверения этого согласия, этих документов, подписей, чтобы никто потом не сказал, не оспорил, не оспорил подпись по документам, от кого исходило, собственно, это извещение. Немаловажный момент. Очень часто приходится слышать, что тот способ, самый распространенный способ обеспечить исполнение какого-либо обязательства, это установление договорного штрафа, неустойки, он несколько менее эффективен, поскольку существует возможность оспорить размер этого штрафа, это неустойки в суде, и, как правило, суды идут на то, чтобы это уменьшить. Но это предупреждение пошло с общих хозяйственных договоров, то есть, там, с купли-продажей поставки, когда в сторону устанавливают договоры, неустойку за просрочку, либо оплату, либо просрочку поставки, набегает веня, суд, и суд потом использует замену 33 статью гражданского кодекса, который позволяет суду с учетом соразмерности обязательства, которое было нарушено, эту неустойку уменьшить. Здесь некоторые в корпоративном договоре есть особенность, можно ее констатировать, из той судебной практики, которая уже в Российской Федерации вот здесь по этой части достаточно давно уже сформировалась, в подавляющем большинстве случаев суды вообще не уменьшают эту неустойку, даже при наличии каких-то определенных ходатайств со стороны ответчика, с которого это взыскивают суммы. Существуют судебные кейсы, где размер этой неустойки был определен в корпоративных договорах не просто там в сотнях тысяч рублей, не просто в миллионах, а в десятках миллионах рублей, и такие судебные дела доходили до судов, и суды подтверждали и взыскивали, выносили судебные решения о взыскании этих дел. Вот одно из дел, приводим номер дела, там неустойка была выскана в размере 722 миллионов рублей. О чем такое дело там было? Да, действительно, в настоящее время есть такая практика взыскания больших сумм неустойок по корпоративным спорам. Данное дело было посвящено, оно происходило в рамках компании «Золот СМК», сама компания в настоящее время находится в банкротстве, и спор был между ее участниками, это были супруги бывшие, и в рамках которого жене удалось взыскать данную сумму в размере более 700 миллионов рублей в свою очередь. Второй акционер, это бывший супруг, он пытался признать корпоративный договор незаключенный и недействительным, поскольку сумма неустойок была очень огромная, и она была на его взгляд не рыночная, несоразмерная, несоразмерная, да, но все судебные станции поддержали позицию бывшей супруги и удовлетворили исковые требования, в том числе и Верховный суд, который... То есть суд вообще ненасколько не уменьшит, то есть как было предусмотрено договором эта вот сумма 722 миллиона рублей неустойки штрафа, так суд ее полностью и взыскал. Да, все верно, все верно. Ну, это вот как дополнительное обоснование, что инструмент работает, и его можно и нужно использовать с одной стороны, и с другой стороны сразу такая острастка для акционеров, для участников, которые согласны регулировать свои отношения к корпоративным договорам, нужно важное понимание, что за неисполнение такого договора в большинстве случаев неустойку взыщет именно в том размере, в котором она определена в корпоративном договоре. Рассчитывать на то, что я потом как виноград пойду и докажу в суде, что штраф в 100 миллионов рублей не соответствует моему нарушению, ну, вот образом, на этом корпоративном договоре было предусмотрено, что я обязан голосовать за того генерального директора, которого указал второй участник корпоративного договора. Если не проголосую, ну, не будешь же с меня там взыскивать 300 миллионов. Ну, можно не обольщаться, а вот судебная практика, это всего лишь одно из дел мы привели. Важно, что еще понимать. Один из эффективных способов обеспечивать исполнение такого корпоративного договора, когда участниками его являются все участники либо все акционеры, это возможность оспорить и признать недействительно ту сделку, которая была совершена в нарушении этого корпоративного договора. Чуть-чуть забегу вперед, потому что про похожий случай будет в слайдах на дальше, но просто к примеру, приведу, о чем идет речь. В одном корпоративном договоре было предусмотрено обязательство участников его не выходить из общества, то есть не подавать заявление о выходе из общества. Один из участников нарушил такое обязательство, подал заявление в общество, вышел из общества, соответствующие изменения были, естественно, в реестр внесены. Один из других лиц корпоративного договора увидел, собственно, что теперь в этом обществе этого участника нет. Он оспорил эту сделку в суде, а выход участника из общества это сделка, то есть юридическая точка зрения это действие может оспариваться. Суд поддержал позицию лица, констатировал, что ответчик, вышедший участник в данном случае, нарушил условия корпоративного договора, суд признал эту сделку в выходе из общества недействительной, вернул, так скажем так, этого участника в состав участника общества, соответственно, и данные о нем, об этом участнике обратно были возвращены в реестр, и он обратно получил ту свою долю, которую имел в компании. Для чего это было нужно другому участнику, это вопрос второй, уже не относится к юридической дискуссии, к нашей, но тем не менее, здесь вот еще один пример эффективного исполнения этих обязательств. Давайте пойдем дальше, дальше, и поговорим еще про один инструмент, который мы можем использовать в корпоративном договоре, тоже такой пример, сгуба из практики, из одного из кейсов, это о том, как повлиять и ограничить возможности одного из участников, одного из акционеров общества, не выводя его за пределы общества, то есть не лишая его доли в компании, не лишая его акций в компании, это реализуется в корпоративном договоре, когда один из участников по сути отказывается от части своих прав в пользу других участников. Коротко, если не возражаешь, коротко опишу этот кейс, между странами был подписан корпоративный договор, согласно которому один из участников отказался получать дивиденды, чистую прибыль, которая распределялась обществом, за ежемесячную фиксированную плату. По-моему, там было в районе 5 миллионов рублей, указанных в корпоративном договоре, ежемесячно он должен был получать не от общества, которое генерирует эту прибыль, а от остальных сторон корпоративного договора. Он должен был ежемесячно получать 5 миллионов рублей, вне зависимости от того, а насколько эффективно действует само общество, и был определен у других участников корпоративного договора Определенный риск того, что общество все равно сработает на меньшую сумму, и при распределении, которое было бы в силу закона, этот бы изначальный участник номер один, он бы все равно не получил в месяц 5 миллионов рублей. Ну, опять же, это не юридическая часть вопроса, стороны так решили, договорились, было это зафиксировано, после этого, собственно, действительно, прошло какое-то время, когда общество работало, распределяло прибыль в пользу остальных участников, этот участник номер один не получал дивиденды, он получал эти свиты, 5 миллионов рублей в месяц с остальных участников. Спустя какое-то время этот участник номер один узнает, что один из активов компании, по-моему, там здание или помещение было, оно обществом сдано в аренду, участник номер один считает, что цена определена нерыночным образом, то есть меньше рынка, пытается оспорить эту сделку, или нет, делает это, оспаривает сделку, он имеет на это право, закон позволяет участнику оспаривать сделки общества, если он считает, что это сделка причиненной убытки, суд в итоге, дело прошло первую, апелляционную инстанцию, точно не помню, была касация или нет, но апелляция точно была, суд отказывает ему выиски и констатирует, что в силу корпоративного договора участник номер один, в естественном случае, по сути, утратил экономический интерес к деятельности общества, раз он отказался от своих дивидендов и получает плату от других участников корпоративного договора, не от общества, поэтому такому участнику не могли быть причинены убытки от этой сделки, которую он оспаривал. То, что общество недополучало по нерыночной сделке аренды какую-то часть прибыли, недополученную прибыль, это в любом случае не могло сказаться на величине той прибыли, которая распределялась самим обществом между участниками, потому что этот данный конкретный участник номер один, в естественном случае, не получал чистую прибыль, дивиденды от деятельности компании. Вот таким способом, наверное, можно сделать из лица, скажем, почетного пенсионера, можно так назвать, когда есть необходимость какого-то участника оставить в составе общества, но при этом ограничить круг его возможности влиять на деятельность общества. Это один просто частный случай, мы описываем, когда участник отказался получать дивиденды общества. Этот случай показывает нам то, что можно структурировать корпоративные договоры и предусмотреть другие ограничения, когда, например, какой-то участник отказывается за определенную плату принимать положительные или отрицательные решения по тем или иным вопросам, либо отказывается от каких-то иных своих прав, инструмент работает. Если добавить нечего, мы идем. У меня есть вопрос касательно к нашим слушателям. Вот они задают вопрос, и мы будем отвечать в конце, все-таки, если у нас останется время. Нет, если это прямо по теме слайда, то мы можем прямо сейчас. Коллеги, давайте, кстати, посмотрим, да, я упустил, у нас вопрос первый. Второй, как урегулировать вложения в таком случае, что кто-то вкладывает деньги, кто-то другие активы, а третий входит, внося свой опыт. Имея в виду вложения, в том числе третий участник просит все знания из большой компании и знает этот проект, как ввести плюс, как отразить его вложения. Наверное, смотрите, мы не сможем никаким образом это зафиксировать на бумаге объем его знаний, но можно предусмотреть, какой положительный результат для компании он должен принести как подтверждение. Потому что, ну, чтобы аналогию провести, если мы в корпоративном договоре пишем, что участник номер один, финансовый инвестор, должен просто в течение определенного периода времени, определенными траншами, помогать компании вносить деньги в ее имущество, в их устанавливание капитала, если не суть важна, то это все очень измеримо. Исполнил он свою обязанность, либо не исполнил, то есть деньги поступили в общество, либо нет. Человек, который, участник, который вкладывает свои знания, опыт, административные какие-то возможности, мы не можем их как-то вещественно увидеть, но мы можем предположить, а что мы, что общество, что остальные участники должны получить в результате его такого вклада. Как пример, да, участник, такой вот участник стороны корпоративного договора говорит, что окей, я обязуюсь обеспечить, что, к примеру, до конца года у нас появятся покупатели на продукцию, которую наша компания делает, по такой-то категории продукции, либо на такую-то сумму, либо такой-то там покупатель-заказчик придет. То есть можно это таким образом отразить, но, опять же, это мы можем указать, но, опять же, нам важно правильно указать и определить, а что будет, если такой участник не исполнит это свое обязательство. Вот в этом случае, да, вот здесь, как правило, предусматривается уменьшение его доли в компании. Потому что я не помню, чтобы не на практике встречалась санкция за подобные вещи, а такие вещи, ну, этот вопрос, как бы, он, я понимаю, откуда он возник, это не только у вас, часто довольно такой вопрос возникает, именно как нематериальный вклад, идейный вклад зафиксировать. Так вот, я не помню, что где-то мы там описывали это как денежный штраф за неисполнение такого обязательства, а вот как уменьшение доли участника, такого неисполнившего участника. Ну, к примеру, он заходит с 10% и говорит, что я это все сделал, не сделал до конца года, его доля там должна уменьшиться примерно на 1%, этот 1% уходит к другому акционеру, к другой стороне корпоративного договора, либо распределяется между остальными акционерами, которые исполняют свои обязательства перед компанией. То есть здесь приблизительно ответ такой, коллеги. Да, я хотел бы добавить еще раз, уточнить то, что нужно обязательно зафиксировать срок, в течение которого вот этот участник должен что-то сделать и вывести компанию на какой-то новый уровень. Да, конечно. То есть это может быть не обязательно год, это может быть более длительное, период времени или более короткий период времени, но в зависимости от ситуации. Второй вопрос, быстро ответим, и перейдем к следующему слайду. Является ли нарушение корпоративного договора основанием для оспаривания и решения общего собрания? Здесь речь о том, что мы не можем ничего подобного сделать, если у нас не все стороны являются, не все акционеры, не все участники общества являются стороной корпоративного договора. В большинстве случаев на самом деле это так, в большинстве случаев это так, редко когда у нас все участники являются стороной корпоративного договора. Да, поэтому здесь такое вот ограничение, оно существенно, оно и есть, и мы его иначе не можем делать. Да, я хотел бы еще немножко добавить. Вы разрешаете? Да, ну я по вопросу. Соответственно, если у нас все участники являются стороной договора, то вполне себе возможна ситуация, когда собрание в участниках может быть оспорено в судебном порядке и, скорее всего, признаем действительно. Вот, это вопрос раз. И еще вот маленькая ремарочка касательно порядка там оспаривания документов и собрания решений там по уставу и по корпоративному. По корпоративному, мы уже сказали, в зависимости от ситуации, в то же время, если там какие-то условия прописаны в самом уставе общества, то можно оспаривать в судебном порядке там по общим правилам, которые закреплены в ГК. Это там был вопрос и комментарий, чем это регулируется. Это специальный законодательство на хозяйственных обществах плюс гражданским кодексом. Все. Да, окей, идем дальше. Частично мы затронули уже содержание этого слайда. Корпоративным договором может предусматриваться обязательство для его сторон обязательство приобрести, либо продать долю, либо акции в этой компании при наступлении определенных условий, событий, обстоятельств. Как правило, это предусматривается для каких-то очень существенных, критичных нарушений корпоративного договора, и это тогда становится, по сути, как санкция. Ну, а санкция мы немножко подальше на последнем слайде поговорим с вами. Следующий случай, когда и можно, и нужно предусматривать подобный инструмент, да, выкуп, либо продажа акций, доли в компании, это при наступлении какой-то определенного дедлога, да, когда что такое дедлог? Невозможность, неспособность, невозможность, да, участников общества, которые являются стороной пропоративного договора, достичь согласия по тому или иному вопросу. Например, в сторону, конечно, сами определяют эти случаи, но, как правило, такая вещь возникает при формировании органов управления, либо когда необходимо получить общее одобрение сторон корпоративного договора для какой-то важной сделки, какого-то важного корпоративного действия, например, реорганизации в виде присоединения какой-то другой компании, либо, наоборот, для вхождения в эту компанию какого-то другого крупного инвестора, которым заранее были известны, и стороны договорились, что при наступлении определенных условий, событий, если, например, этот инвестор будет найден на крупную сумму, который будет готов на определенных условиях вложиться в компанию, да, в сторону корпоративного договора заранее предусмотрели, что в таких случаях, если найденный инвестор будет соответствовать заранее определенным критериям, Участники корпоративного договора должны впустить этого инвестора в общество, позволить ему стать участником, либо путем увеличения дополнительного установки капитала и передачи этой доли участнику, либо, другой вариант, каждый из участников пропорционально должен отщипнуть от своей доли кусочек и передать этому новому инвестору. Поэтому, если наступает это событие, если приходит часть участников, либо один участник блокирует договоренность, не позволяет ей получить продолжение, то падает ситуация, и это может называться вещью как дедлог. На таких случаях идеальный вариант, не то чтобы наказать участника, который не исполняет это обязательство, а просто решить этот вопрос, это выкупить его долю в этой компании, тем самым его несогласие аннулируется, не учитывается. Один из следующих случаев, когда используется возможность выкупа либо продажи доли в компании, это либо достижение, либо, напротив, недостижение каких-то определенных заранее согласованных результатов. Чаще всего такой инструмент используется для защиты инвесторов, которые входят в какие-то новые компании. Это не обязательно какой-то инвестиционный продукт, должен быть рисковая венчурная сделка. Это может быть и компания, которая продолжает уже там много лет существовать, но которой понадобилось дополнительное крупное финансирование, находится инвестор, которого интересует только классический инвестор, который вложил деньги, намеренно получает из них только определенный процент, доход, не вмешиваясь в какую-то операционную хозяйственную деятельность компании. Инвестор найден, но он для лучшего контроля за средствами, на которые он вкладывает, ему нужно войти в состав участников этого общества, стать акционером, но при этом он готов отказаться от своих прав по управлению этим обществом, а основатель, фаундер этой компании, он продолжает операционное управление компанией осуществлять, но должна быть гарантия, что инвестор, который заходит в общество, наверное, достаточно с крупной долей, он не будет вмешиваться в операционную деятельность. И стороны договариваются на такие условия, что если через какое-то время фаундер не обеспечил финансовые определенные показатели, то, как вариант, инвестор выкупает долю основателя в этой компании и продолжает деятельность этой компании сам, либо меняет управление, которые продолжают деятельность и так далее. Либо наоборот, если финансирование поэтапное, траншами, и основатель заинтересован четком, и бизнес-процесс заточен на то, чтобы четко вовремя получать дополнительное финансирование, он частично запустил к себе в состав участников этого инвестора, но говорит о том, что если какой-то транш не пришел вовремя, дополнительного финансирования, то тогда, уважаемый инвестор, я у тебя какую-то часть твоей доли по самому капиталю, часть акций обратно себе забираю, чтобы уменьшить твои возможности и влиять на управленческие решения в обществе. Одно из таких самых ярких дел и пионером по судебных делах, при подобных случаях, это было Роснам, которое довольно часто вкладывается во всевозможные инновационные продукты, входит в установленный капитал других компаний, именно с тем условием, что он финансирует деятельность компании, но при этом предусматриваются именно подобные механизмы, что если основатели этой компании не смогут обеспечить то, о чем они обещали инвестору, и создать какой-то продукт, вывести его на рынок, заработать на этом, то тогда просто Роснана получает право либо полностью забрать себе эту компанию, либо, напротив, потребовать обратного выкупа у Роснана, то есть уже Роснана обратно возвращает свои доли акций этому фаундеру за другие деньги, и отбить ту цену, которую Роснана заплатила за эту долю, те вложения, которые она вложила, и еще дополнительные какие-то суммы добавить к этой части. Могу я добавить? Да, по поводу этой кейси. Тут важно отметить то, что цена покупки или продажи доли или акций, она может быть далеко не рыночная. Например, в том же деле Роснана сумма выкупа долей других участников составляла всего 1 рубль, и эту стоимость все суды признали как рыночных, как действительным условием договора и так далее. То есть это положение должны учитывать стороны при структурировании своей сделки и корпоративного договора принципа. Да, действительно, Евгений хорошо напомнил, что цена такого выкупа либо требования о продаже, действительно сторонами может заранее быть сформулирована, либо какой-то там фикс, либо формула какая-то, либо, как в деле Роснана, 1 рубль формально было указано, либо доля будет определяться согласованным заранее оценщиком, рыночная цена будет. То есть здесь стороны вправе формулировать так, как они договорились, как им удобно. Важно, что еще понимать, что подобные обязательства о продаже в будущем, либо о выкупе в будущем, при наступлении каких-то определенных условий доли либо акт компании, это обязательство довольно-таки хорошо обеспечивается судебным решением. То есть если вторая сторона такого обязательства отказывается исполнить, это обязательство отдать свою долю, либо, наоборот, выкупить долю другого лица при наступлении определенных событий, то, собственно, потерпевшая сторона, так и назовем добросовестная сторона, идет в суд и получает судебные решения. Судебная практика по двум делам уже сформировалась, она есть, она положительная. Более того, есть определенные удобства. Ну, в силу того, что большая часть, наверное, российского бизнеса работает посредством общества ограниченной ответственности, именно этой формы будут самоправы. Мы, с одной стороны, все с вами помним, что распоряжение долями – это нотариальная сделка. В большинстве случаев, за редким исключением, сделка должна быть достоверена нотариально. То вот такие вот обязательства о совершении в будущем сделки, купли-продажи, выкупа, либо отчуждения этой доли в основном капитале, нотариального удостоверения не требуют. То есть не нужно отдельно идти к корпоративному договору, делать нотариальный договор в отношении этих долей. Эти условия о выкупе акции до доли может быть сразу включено, интегрировано в текст корпоративного договора, не видя отдельного документа. Это просто удобство такое, закон позволяет. У нас немного времени не остается, поэтому давайте дальше пойдем, не будем останавливаться еще раз. То, о чем ранее мы немножко затронули, запрет на выход из компании и мораторий на отчуждение доли, в том числе и смена контроля. О чем идет речь? В ряде случаев сторонам корпоративного договора важно зафиксировать состав участников, чтобы он был четкий и не менялся. Мы помним с вами о том, мы с этого начинали, что с термами корпоративного договора не обязательно должны быть все участники, все акционеры или участники общества с ограниченной ответственностью. Для них, для всех участников, например, будет в любом случае действовать устав, который может либо допускать выход из общества в любой момент, когда участник правилу идти из общества, либо ограничивать. Но давайте представим ситуацию, когда часть участников, когда у нас есть общество, где не два, не три, не четыре, а больше участников, и кто-то говорит из них, что я хочу всегда иметь возможность выйти из общества. Другие готовы себя на какой-то период ограничить в этом, оставаться в обществе, как соблюсти баланс, когда все стороны заинтересованы вместе продолжать работать, и это единственное камень преткновения между сторонами. Окей, в уставе мы прописываем право на выход из общества, чтобы обеспечить интерес этого первого акционера, о котором мы говорим, первого участника. Остальные участники заключают между собой корпоративный договор. Это же не обязательно корпоративный договор, который на миллион страниц и просматривает все возможные, о чем мы с вами говорили, и еще миллионы всевозможных разных вопросов и вариантов. Это может быть на самом деле ради одного и того единственного момента урегулировать вопрос возможного выхода из общества и запрета на выход. Так вот, остальные участники заключают корпоративный договор, где указывают, что они не вправе выйти из общества, становится такой запрет. Для чего он иногда нужен? С одной стороны, бывает, что стабильность участников нужна для того, чтобы обеспечить исполнение каких-то других обязательств. Нередко сама компания становится поручителем по другим сделкам. И кредиторам всегда интересно не просто знать, что должны конкретные общества, а что за этим обществом стоят другие какие-то конкретные лица. И нередко такое используется, когда, если компания, должник не выполняет свои финансовые обязательства, в ход идут, скажем так, пиар-компании в отношении конкретных лиц, которые контролируют деятельность этого общества. Поэтому сохранить стабильный состав участников иногда бывает нужно. Момент другой. С чем связан выход из общества? Общество становится обязанным выплатить действительную стоимость доли вышедшего участника. Иногда это может быть достаточно значимая сумма, особенно если речь идет про компанию, которая начинает свою деятельность. Любой выход участника и выплата его действительной стоимости доли может негативно сказаться на дальнейшей деятельности компании. Поэтому, чтобы исключить подобный риск, мы можем установить запрет на выход из общества. Опять же, помним о том, что уставом у нас может быть разрешен выход, корпоративно договором мы запрещаем такой выход. Я уже вам ранее, мы упомянули этот судебный кейс, где, по-моему, на втором или на третьем слайде было, когда реальный судебный кейс, когда корпоративным договором запрет был установлен, участник нарушил, вышел, его обратно вернули судебным решением. Поэтому работает такая вещь. Что еще здесь важно учесть? То есть, если участниками корпоративного договора, участниками общества являются не физические лица, а компании, то вот этот запрет на выход из общества, он легко обходится тем, что меняется контроль над юридическим лицом, который являлся участником. Но, например, у нас есть ООО «Ромашка», сторонами которой являются юридическое лицо 1, 2 и 3. И все эти три лица не имеют права выйти из общества. Но как обойти этот запрет? Мы меняем просто учредителей в этом юридическом лице номер 1, который является участником ООО «Ромашки». То есть, таким образом, юридическое лицо 1 не выходит из общества формально, юридически, но контролирующее лицо поменялось. Корпоративный договор в том числе можно установить именно и запрет на смену контроля у самих участников корпоративного договора. Иногда это тоже нужно по, собственно, тем же самым причинам, с чего мы и начинаем, для чего стабильный состав делать. Другой вопрос – насколько глубоко раскрывать контроль, аффилированность конечного, скажем так, бенефициара, конечного заинтересованного лица. Это уже предмет договоренности, насколько все это делать публично, с учетом того, что все-таки корпоративный договор – это внутренний документ, в отличие от устава, с которым может познакомиться любое лицо. Корпоративный договор – внутренний документ, его видят только, собственно, его стороны. Последний, пожалуй, мы уже немножко вышли за наше время. Здесь все? Больше ничего? Да, я пытаюсь вспомнить, мы упомянули, что само общество, поскольку оно может не являться участником корпоративного договора, не раскрываются условия корпоративного договора. Да, мы про это не говорили, но прошло, что это вспомнил. Да, действительно, факт самого заключения корпоративного договора в некоторых случаях должен быть. Это касается публичных акционерных обществ. Там факт заключения корпоративного договора публикуется, но просто как информационное сообщение, что включен корпоративный договор. Его внутреннее содержание – это компенсиальная информация, которая не раскрывается. Максимум, где она может раскрыться, это в судебном каком-то там деле, где идет спор по этому корпоративному договору. И еще, соответственно, сама компания может эти условия, не знаю, опять повторюсь, чтобы все запомнили. Да, да, совершенно верно. И завершая, коллеги, если позволите, то мы стоимость консультации по этим вопросам здесь в общем-чате писать не будем. Всю эту стоимость можно увидеть у нас на сайте, либо позвоните нам, напишите, мы все ответим. Завершающий слайд – это те способы обеспечения обязательств, которые отличаются от тех самых стандартных, о чем мы говорили, от неустойки, от взыскания убытков, то, что используется именно в большей части корпоративных договоров. Ну, например, не буду повторяться, что мы иногда можем использовать выкуп доли нарушителя, то есть лишить его доли в компании, приличное нарушение, либо наоборот обязать его выкупить нашу долю, выйти из этой компании, где мы перестали что-то контролировать. Но это во второй вариант, он, наверное, больше подходит для участника, миноритария, да, который зашел с небольшим пакетом, и он не может сильно повлиять на деятельность компании. Он единственное, что видит, что остальные все участники ведут деятельность не так, как вначале они договорились, поэтому лучше я выйду из компании, продам свою долю и пойду дальше в другом месте зарабатывать, да, поэтому если в корпоративном договорах предусмотрено, что при наступлении определенных событий, либо при определенных нарушениях, такой участник, да, имеет право потребовать у остальных участников конкретного договора, выкупить его долю по какой-то конкретной цене зафиксированной, то можно этим воспользоваться, и другие участники, если цена значимая, да, другие участники, наверное, будут знать, что если они нарушат договор, то им придется, ну, понести существенные финансовые потери, выкупая долю у этого выходящего участника, чем не способ, чем не стимул, да, надлежащим образом исполнять такое обязательство. Еще есть определенная специфика, специфический способ, опять же, здесь список у нас не исчерпывающий, да, не закрытый. Один из способов – это, по сути, лишить нарушителя каких-то определенных прав в отношении этого общества, которые у него были в силу корпоративного договора. О чем идет речь, да? Довольно часто, пожалуй, в большинстве случаев, в стороны корпоративного договора предусматривают некий определенный специальный порядок информирования участников о деятельности компании. То есть предусматриваются дополнительные права получать информацию о деятельности общества по сравнению с тем, как это определено законом. Ну, мы помним, что, например, в акционерных обществах список информаций, которые может получать акционер, зависит напрямую от того пакета акций, который у него имеется, пакета голосующих акций. Минеритарий немного имеет возможности знать про деятельность общества. Опять же, все этот вопрос решается корпоративным договором, когда акционер получает больше прав. Остальные акционеры обязуются сделать все, чтобы общество предоставило такому инеритарному акционеру ту информацию, те документы, в которых он заинтересован. Так вот, если мы можем сформулировать корпоративный договор так, такую ответственность предусмотреть, что нарушитель корпоративного договора лишается этих дополнительных прав. То есть остальные акционеры не должны будут ему помогать в получении этой дополнительной информации. Тоже своего рода определенная санкция. Либо если сторона корпоративного договора имела возможность определять, например, кандидатуру генерального директора, а остальные акционеры, соответственно, должны были голосовать за такую кандидатуру, то тоже причем не санкция, что если этот участник нарушает какое-то конкретное условие корпоративного договора, то у остальных акционеров прекращается обязательство перед этим нарушителем голосовать за его кандидатуру. По сути, он теряет самый значимый инструмент своего участия в этой компании, определять генерального директора. Это вот другие могут быть, конечно, использоваться, другие механизмы, другие возможные санкции, но это вот небольшой список приводим. Есть что добавить еще? В принципе, нет. Коллеги, просим извинения, что мы немножко выбились из графика, вышли за время, но я надеюсь, все-таки какая-то информация, которую мы вам донесли, она была полезной, может вам пригодиться. Запись вебинара через какое-то время обязательно появится у нас на сайте в соответствующем разделе «Вебинары». Можете зайти посмотреть. Мы вебинары проводим по разным темам с определенной периодичностью. Приглашаем вас зайти на сайт у нас, посмотреть график, присутствовать на тех темах, которые вас заинтересуют. Если пока больше вопросов нет, то тогда мы будем прощаться. Если вопросы еще есть по теме, электронная почта наша есть. На первом слайде можете писать на этот адрес или позвонить нам. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. Да, это вопрос о том, что мы сами не успели ответить на все вопросы, которые нам написали в чате. Вы можете написать нам на почту, мы и с другой стороны вас проявляем. Пиво звоните, опять же. На сегодня все. Спасибо вам огромное, что уделили нам время. Спасибо.